И мы добрались до неандертальцев. В то время, как наши предки радостно эволюционировали в Африке, им там было хорошо, в Евразии было не очень хорошо, потому что в Евразии это время оледенений наступает, и климат начинает колбасить со страшной силой. Если посмотреть на эту гребёнку, большую часть времени было сильно холоднее, чем сейчас. Сейчас весь север Европы покрылся ледниками, и в центральных областях, где горы, тоже были ледники, и поэтому только по самому южному краю Европы можно было нормально жить. И даже там всё равно мамонтовая фауна была такая весьма морозостойкая. Правда, есть такие расчёты, что неандертальцы старались не соваться в области уж совсем с холодным климатом, но куда бы им деваться было. И поэтому жили они в основном в ледниковом, в плане себе климате. Но что, впрочем, не отменяет того, что периодически они куда-нибудь ещё разбегались на восток и на юг, и вплоть, может быть, даже до Северной Африки, ну, по крайней мере, до Ближнего Востока точно, где было не так уж прямо и морозно. Но такие классические образцово-показательные неандертальцы, это всё-таки Европа, и это такой самый, что есть ледниковый климат. А там в конце плейстоцена доминировала, преобладала мамонтовая фауна, названная так в честь, понятное дело, мамонта. Кроме, собственно, мамонта как такового, там были шерстистые носороги, бизоны, быки, то есть такие крупнокалиберные животные, куча мяса. Это очень хорошо, потому что, с одной стороны, конечно, очень холодно, а с другой стороны, если вся вода уходит в ледники, то климат получается очень сухой. Много солнца, то есть область низкая, а для растений это важно, потому что им нужно солнышко, а не тепло. И даже за короткое лето вырастает много-много травы, соответственно, зимой снега не сильно много, и всё это дело не гниёт, а быстро высыхает, и стоят такие самодельные стога, которые вся эта копытная фауна радостно ест. Тем более открытая местность, никто этим зверюшкам не мешает. И получается огромное количество мяса, которое шляется взад-вперёд по этим равнинам. А, соответственно, неандертальцы могут это мясо тоже есть. Понятно, что мамонты и носороги это здорово, но они очень велики. А главной добычей, конечно же, были более скромные животные, лошади, северные олени, быки, ну и такие менее как-то колоритные, может быть. Ведь, на самом деле, в некоторых стоянках преобладающие ослы и сайгаки. На некоторых стоянках это главный вид добычи. Причём, если куланы, эти ослы ещё куда не шло, там более-менее понятны, то сайгаки это немножко загадочно, потому что сайгак – зверь быстрый. Он носится как сумасшедший, но, собственно, у нас в фауне более быстрого животного нет. Да и на планете тоже, прямо скажем, один велорог быстрее, чем сайгак. И как неандертальцы, а после этого сайпиенса охотились на сайгаков, честно говоря, вопрос. Ну там есть способы, понятное дело, по льду какому-нибудь, ещё какие-то сети натягивать. Но если для современных охотников это как-то более-менее понятно, у неандертальцев не очевидно, честно говоря. Но охотились, то есть если жрать захочется, то вполне себе. Конкуренцию неандертальцам составляли, ясно дело, хищники. Это время так называемых пещерных хищников. Не все они прямо так уж жили в пещерах, однако же называются пещерными, потому что в пещерах их находили. Пещерный медведь, пещерная гиена, пещерный лев. Обычный медведь на самом деле, волк, понятное дело. При этом не все они были такие уж прямо суперхищники. Пещерные медведи, например, попали в диетологическим анализом, получаются вполне себе растительноядными. Более растительноядными, чем бурые медведи. А бурые медведи тоже не такие уж прямо запредельные хищники. А зато пещерная гиена оказалась более хищной, чем обычная пятнистая африканская гиена, которая тоже вполне себе охотится. А пещерная гиена активно охотилась, причём, видимо, в основном на северных оленей. Пещерный лев, в принципе, это достаточно стандартный лев, такой же, как и в Африке, но только на севере, и может быть чуть покрупнее, и может быть без гривы, потому что на уже верхнепаляэлитических картинках гривы нигде нет, а там явно самцы изображены. Так что, видимо, он был без гривы. И всё это зверьё тоже, собственно, охотилось на копытных животных. Но в отличие от времён австралопитеков, остатков следов зубов хищников на костях неандертальцев почти не бывает. Чуть ли не единственная такая находка – это кусочек черепной крышки исковой негры, череп неандертальца с двумя очень характерными дырточками, которые по размерам и расстоянию идеально подходят под размеры и расстояние с клыков то ли льва, то ли медведя. Тут не очевидно, честно говоря, но либо того, либо другого. Но это, по сути, единственная такая находка. И вооружённость людей уже настолько возросла, что уже люди сами охотились на всё это зверьё, видимо, в большей степени, чем зверьё на них. Ну, там как получится, конечно же. Сами, собственно, неандертальцы отличались от человека довольно серьёзно, потому что с момента разделения эволюционных линий прошёл уже чуть ли не миллион лет, и различия накопились. Неандертальцы в таком более-менее законченном виде, известные со временем условно 150 тысяч лет, до примерно 30-40 тысяч лет время их существования. Где-то 100 тысяч лет примерно, плюс-минус. При этом, в отличие от своих предков, людей гильдбергских, неандертальцы имели гораздо большие размеры головы и размер мозга в среднем 1500 грамм. А у нас для сравнения 1350. Правда, это не значит, что у неандертальцев больше, чем у сапиенсов, потому что у первых кроманьонцев, первых сапиенсов тоже было 1500. То есть, в принципе, с тогдашними сапиенсами это вполне споставимо. Вот, ну, форма головы другая немножечко. И по голове, и по всему телу описание неандертальцев укладывается в два слова. Это расширенность и массивность, потому что у них всё было очень расширенное и всё очень такое утяжелённое. То есть, здоровая рожа широкая, здоровая черепная коробка широкая, широкие плечи, широкий таз, широкая грудная клетка, все кости очень толстые, с узкой полостью медулярной, где костный мозг находится, с утолщёнными стенками. Ну и мускульный рельеф тоже, большей частью, очень мощный, хотя, кстати, далеко не везде, на удивление. Ну и плюс есть ещё куча всяких специфических особенностей, типа шиньонобразного затылка, какой-нибудь скошенность скуловых костей, которые показывают, что у них эволюция была вполне себе своя, отдельная, самостоятельная, внутренняя и очень долгая. При этом, на удивление, неандертальцы разных территорий довольно-таки похожи друг на друга. И в отличие от кроманьонцев, которые в верхнем Палеолите даже на очень ограниченной территории могут быть сильно различающимися друг от друга, неандертальцы очень похожи, они прям клонированные, штампованные, ну если мы, по крайней мере, одно время возьмём. Вероятно, это происходит от того, что численность их была очень небольшой, и работали эффекты генетикоавтоматические, ну типа там эффекты основателя, то есть когда очень немного людей, вот они там разбежались, но в принципе они все так или иначе родня. Ну с поправкой, понятное дело, что это 100 тысяч лет подряд всё-таки, и как бы не то, что прям совсем одинаковые. По территории распространения, как я уже сказал, неандертальцы — это Европа и западная часть Азии. Судя по всему, возникли они в самой Европе, ну по крайней мере, предшествующие эти хомо-гильдбергенцы, они плавненько постепенно переходят неандертальцев, ну и как уже звучало там на какой-то из предыдущих лекций, чётко провести границу между гильдбергенцами и неандертальцами вообще по сути дела нельзя. То есть там довольно произвольно это делается, ну там кто-то любит цифру 200 тысяч лет, кто-то 150, мне лично нравится 130, ну потому что она с климатом просто ещё увязана, а по морфологии точно-то без разницы. Из этой самой благословенной Европы они периодически сваливали, ну когда особенно становилось совсем печально и плохо, и холодно, уходили либо на юг, либо на восток. На восток, как минимум до Алтая, а может быть даже и дальше, ну по крайней мере вот эти алтайские пещеры, типа там Окладниково-Денисово, и прочие точные неандертальцы, что там было дальше, неочевидно. Есть мнение, что дальше жили денисовцы. Ну граница проведена довольно-таки отблоды, честно говоря, здесь на карте, но вот так оно и было или иначе непонятно, пока мы не особо знаем про денисовцев. На север неандертальцы тоже периодически заходили, довольно-таки далеко. Самая северная точка антропологии это Зиланд Риджис, где останки были пойманы сетями, морячками, рыбаками, вместе с костями там какой-то еще фауны, причем довольно много всех запчастей там было выловлено. В то время это был берег моря, потому что уровень океана был ниже, а теперь это 15 километров от берега. Что замечательно, на обломке лобной кости есть доброкачественная опухоль. Ну, тоже прикольно. Некоторые неандертальцы, может быть, периодически переплывали какие-то небольшие проливы. По крайней мере, орудия есть на Крите, и орудия есть на некоторых островах рядом с Грецией, часть из которых, из островов, были всегда островами. То есть часть они там соединялись периодически с материком, а часть они как островами были, так и были. Ну там расстояние не ахти какие, и на самом деле это всё в пределах видимости. Но, тем не менее, надо плыть сколько-то километров. И какого-то рода лодки плоты что-то такое, видать, у них уже было. Ну, в принципе, это и не так уж удивительно, потому что ещё пятикантропы доплыли до этого Флориса, Лусона и куда-то. Поэтому что бы помешало неандертальцам. Но само по себе это прикольно. В некоторых местах неандертальцы жили в довольно специфических условиях. Например, в горах Пинд в Греции неандертальцы сидели на высоте в 2000 метров на Дурневом море, где и сейчас довольно нерадостно. Ну, то есть фотографии гор это такие каменистые пустоши, а в ледниковое время, наверное, там было ещё грустнее. Что они там вообще делали, эти неандертальцы, честно говоря, не очень понятно. Но какие-то булыжники кололи, тем не менее, где-то посреди Греции. А с другой стороны, может быть, как-то в тот момент было получше, чем сейчас. Но воды там нету, как-то это их не особо смущало, видимо. Впрочем, большая часть неандертальцев, конечно же, ну как все нормальные люди, сидели по берегам Средиземного моря, как я уже сказал, и особо никуда там старались не шарахаться, и лучше всего там себя чувствовали. К сожалению, поскольку в последующем уровень моря поднялся, то, видимо, большая часть этих стоянок оказалась под водой. Ну, теперь, собственно, периодически там что-то вылавливают. Есть пещеры, типа там какой-нибудь фигуэра Брава, которые прямо на урезе воды, туда прямо волны захлёстывают. Ну, таких, видимо, больше. Может быть, когда подводная археология станет круче, их там ещё больше наловят. Но, тем не менее, в Европе находок тоже хватает. По хронологии и заодно и морфологии неандертальцы более-менее внятно разделяются как минимум на две группы. Ну, может быть, и больше на самом деле, но на две так более-менее надёжно. Ещё в начале XX века стало понятно, что есть некие ранние неандертальцы, иногда их называют пренеандертальцы, ещё всякие термины, и есть поздние или классические неандертальцы. И вот эти ранние неандертальцы не имеют каких-то там сильно запредельных специализаций. И что здорово, благодаря тому, что у них нет специализации поздних неандертальцев, они чуть больше похожи на нас. То есть, когда был общий предок, он как бы в сторону неандертальцев по-своему специализировался, а мы оставались примитивными и по некоторым параметрам сохранили архаичные черты. И эти черты, собственно, мы видим у неандертальцев, но в начале XX века это было ещё не так очевидно. И считалось, что, может быть, эти ранние неандертальцы это предки сапиенсов. И были всякие там концепции, что, дескать, в Европе примерно в одно и то же время, ну, датировок нормальных не было, жили как бы неандертальцы-неандертальцы, и как бы тоже неандертальцы, но предки сапиенсов или там пресапиенсы. Но потом, когда стало понятно, какие цифры, даты, то стало ясно, что те, которые вот эти типы более продвинутые, они просто более древние, более архаичные как бы ещё на самом деле. Ну, в числе таких самых известных это два черепа из Сакопастория и огромное количество находок в Крапине. Здесь вот один из этих черепов, а их там на самом деле гораздо больше. Но есть и другие. В том числе к этому раннему этапу, ну, а это, кстати, так, между делом, до примерно 70 тысяч лет назад, как бы вот то, что древнее 70 тысяч, относятся две находки следов. Ну, это два комплекса, как бы, да, пещера Вартоп и Лерозель недавно открытый. Ну, в Лерозелье очень много следов. Что характерно, все эти следы босые, и у неандертальцев, ну, кстати, впрочем, и у сапиенсов тоже, в общем-то, у древних, следов в обуви нету. Замечательно, что следы неандертальцев реально широкие, то есть у них и по морфологии стопа была такая разглапистая, и следы тоже такие. Классические, или они же поздние неандертальцы, лучше даже известные. Но, кстати, надо сказать, что почти все находки, это старые находки, сделаны еще где-то в 19-м, в самом начале 20-го века, а за последние сколько-то лет что-то небогатое приросло, ну, то есть какие-то отдельные зубы на обломке челюстей находятся, а так, что прям скелет в полный рост, что-то такого давненько не бывало. Но, тем не менее, найдено все-таки. Первой находкой стал скелет из неандертали, собственно, почему они неандертальцы. Ну, вообще, на самом деле, как там, история такая, что был какой-то местный товарищ, которого фамилия вообще-то была Нойман, но он себя типа на латинский лад называл неандр, и он любил тусоваться в некоторой долине и сочинять какие-то эти религиозные гимны. И долина неандера, а потом, когда нашли, собственно, этого неандертальца, назвали неандертальцем. Но есть другие находки, уже тоже такой мега-классический скелет из Ля Шапелли-Сен, целая куча скелетов из Ля Ферреси, из Пи, ну и из других, на самом деле, мест. И эти классические неандертальцы это по времени где-то от 70 до 40 тысяч лет назад. И у них прям такой вот стандартный набор признаков, самый такой образцовый. Ну, другие классические неандертальцы из Гибралтара, из Баньолоса, из Лякины, но правда вот те, которые здесь, они такие не самые классические, потому что из Гибралтара он немножко архаично выглядит, в Баньолосе нижняя челюсть страшенная, огромная, тяжелая, и первоначально была описана как вообще гильдбергенсис, а потом сделали датировку, оказалось, что она вообще довольно поздняя. Это показывает, что вообще-то разнообразие было во все времена, и в поздние времена тоже. А в Лякине, например, и женский череп, и детский череп, они имеют повышенную высоту свода, и они как бы чуть более прогрессивные. Не исключено, что это еще и примесь туда какая-то более продвинутая домешалась, хотя по датировкам там вроде примеси особо быть не должно. Там даже какой-то намек на подбородочный выступ вроде как есть. Хотя затылок, например, такой образцово-неандертальский. Самые распоследние, почти самые распоследние неандертальцы и одновременно самые южные иногда выделяются в микродонтных неандертальцев средиземноморских. Это самый-самый юг, какая-нибудь там Италия, например. К сожалению, от этих микродонтных неандертальцев, в которых были маленькие зубы, сохранились в основном как раз челюсти и зубы, и по сути есть один нормальный череп из Монти-Черчелла. Вроде в последнее время там нашли еще какие-то запчасти черепов, но они пока как-то немнятно опубликованы. Такой нормальный череп один, но, правда, абсолютно целый, зато идеальной сохранности. И вот эти самые южные из европейских неандертальцев имели действительно довольно гроцильные челюсти с небольшими зубками. В Артю, кстати говоря, в Гроте Артю тоже найдено немеренное количество останков, там их реально много. За пределами Европы неандертальцы жили довольно активно на Ближнем Востоке, и там они были заметно разнообразнее, потому что часть находок выглядят также в точности, как классические неандертальцы, в Шенидаре, например. Шенидарские — это прямо копия европейских, один в один. А, допустим, в Табуне женский череп совсем другой, он очень маленький, у него нет никакого шенинообразного затылка, и челюсть у него немножко другие, ну какой-то он вообще другой. Правда, у него, может, и дозировка не та. В Амуде он гораздо более сапиентно выглядит и по лицу, и по подбородку. Лицо, наоборот, сохранность плохая, но тем не менее. У него вроде чуть более продвинутые черты есть. А дозировка у него вполне себе классическая. То есть чем дальше от Европы, тем вот этот набор признаков размывался. Тоже на Ближнем Востоке, в Дидире есть еще в Сирии два скелетика детских. И у нас немножечко тоже неандертальцев есть. Правда, как-то так сложилось исторически, что на территории России каких-то рядом лежащих мест найдены почти исключительно детишки по неведомой причине. Взрослый неандерталец нормальный найден только в Киик-Кабе, там первый, но от него только эти длинные кости, кисти, стопа. Вообще, злые языки говорят, что там был целый скелет, но куда-то он задевался, а вот довезли до музея только ногу и кисти, стопу. Но это такие байки уже антропологические. Но скелетики детские есть и в Киик-Кабе, и в Заскальной, и в Тешик-Таше, и в Баракая нижняя челюсть, но в последнее время еще и в Сибири подтягиваются, в Чигырской там и взрослые тоже, но, правда, фрагментарные. Зато их дофига, по-моему, 70 уже фрагментов, но в основном, правда, зубоизолированные. Вообще, изобилие детских останков, ну и, кстати, в Европе тоже, на самом деле, детских полным-полно, говорит о том, что жизнь у них была непроста, потому что если у нас есть очень много детских скелетов, это значит, что они не выросли и не стали взрослыми. И повышенная детская смертность, ну, видимо, она была больше, нежели у кроманьонцев более поздних. Самые распоследние неандертальцы, так называемые пережиточные неандертальцы, ну, это такое условное название, на самом деле, это те, которые жили вот где-то уже там 40, а может даже там до 30 тысяч лет назад. Правда, окончание времени неандертальцев до сих пор не вполне определено, в некоторый момент вроде все уже сошли, что там 30, а то там и 28, а потом стали переделывать все датировки, и они стали удревняться, ну, там, новые методы датирования, вот, и снова уехали к 40, но это, в принципе, уже мелочи такие технологические. Но ближе вот к концу существования неандертальцев у них появляются вдруг неожиданно более продвинутые черты и в Пежделязье, и в Сен-Сезере, и в Лемустье, и в Энгисе, и в Индии в особенности, то там какой-то подбородочный выступ в Сен-Сезере, например, да, там более узкое лицо, более высокий свод, меньшее развитие надброви, там какой-нибудь более закругленный затылок, ну, и все понемножку как бы, да, такое более сапиентное. Ежели все это дело еще кто-то можно наносить на график, то получается, что неандертальцы как-то там эволюционировали, а самые вот эти распоследние резко становятся более сапиентными, причем так прямо конкретно. Есть два объяснения, как обычно бывает. Первое объяснение, что вот, дескать, эволюция так пошла, но как-то крайне сомнительно, с какого перепугу она там за последние 5000 лет вдруг резко сапиентизировалась. Поэтому, на мой взгляд, гораздо логичнее выглядит объяснение, что такая сапиентизация связана с метисацией, потому что это то самое время, когда в Европе, да и в Азии тоже, естественно, появляются уже и сапиенсы. И когда у нас появляются сапиенсы, а у неандертальцев появляются сапиентные признаки, а, кстати, у сапиенсов европейских появляются неандертальские признаки одновременно, тут, по-моему, гадать даже особо и не надо. И более того, как обычно это было известно еще в 30-е годы, но генетики в последнее время подбираются к тому, чтобы это признать. И периодически возникают какие-то идеи, что вот где-то там в ДНК неандертальцев что-то такое сапиентное нашлось. Но пока еще всеуслышание не открыли, скоро, не сомневаюсь, откроют. Кроме прочего, у неандертальцев были мозги. Мозгов было много, в среднем 1,5-1,5 кг. А в максимальных значениях охажено 1800 г, а 1250 – это минимальное маленькое значение, это только один череп из стабуна, вот этот самый нестандартный, который может быть еще просто более древний. При этом форма мозга тоже довольно специфическая, потому что очень широкая лобная доля, и лоб на самом деле невероятно широкий у неандертальцев. Когда их прямо сопоставляешь, это прямо видно глазом, там даже измерять не надо. Огромадный широченный затылок огромный, он и назад выступает, и по ширине, но, правда, если зайдете смотреть, череп практически круглый получается. А височная доля при этом довольно суженная и приплюснутая. Ну и сверху весь мозг тоже придавленный, приплюснутый получается. Вопрос вообще, за счет чего этот мозг такой широкий, потому что кора – она как бы кора, а внутреннее наполнение – это что там было? Мы не знаем, естественно, этого, но чисто исходя из анатомии два момента может быть. Во-первых, могут быть увеличены желудочки внутри полушарий, то есть пустоты наполнены жидкостью, но с какого перепуга они там были увеличены, зачем? И второе – большие подкорковые ядра. Что-то там должно быть, а внутри там подкорковые ядра. А подкорковые ядра – это те части мозга, которые занимаются тем, что в простой речи называется подсознание. То есть это всякие эмоциональные реакции и то, что не контролируется сознанием. Поэтому есть такое мнение, что эта эмоциональная составляющая в жизни ненатальцев была ведущей, а сознание чуть послабее, чем у нас. Это не значит, что они были более эмоциональные, это значит, что у них лучше контролировалась эта сфера. И внешне-то они могли быть как раз более безэмоциональными. Но про это мы не знаем, честно говоря. Для этого надо вырастить неандертальца и потыкать палкой, посмотреть, что получится. Но рано или поздно так оно и будет сделано, но пока место этого ещё не сделано. А кроме мозгов, у них было ещё много разных запчастей. Обращает на себя внимание невероятная ширина носа неандертальцев. Для современных людей есть простая закономерность. Чем севернее люди, тем у них хуже нос, чем южнее, тем шире нос. Потому что такая общая концепция, что широкое носовое отверстие – это отдача тепла, то есть испарение воды, ну и заодно и размер челюстей тоже большие, и сброс лишней температуры. Тем более для головы это актуально, потому что мозги тоже выделяют тепло. На севере надо, наоборот, нагревать холодный воздух. Ну и узкий нос, вытянутый, длинный, он хорошо нагревает, всё здорово. А неандертальцы, жившие в ледниковом климате, имели нос, который больше всех эквитериалов вместе взятых. То есть у них минимальные индивидуальные значения ширины носа неандертальцев больше индивидуального максимума для всяких там негров, пополасов, кого угодно. То есть у них просто огромные рубильники были. Это непонятно. Ну и даже статьи такие были, что загадка неандертальского носа, что-то такое. Однако же исследование внутреннего строения носовой полости неандертальцев показало, что это самое внутреннее строение не такое, как у нас. Там расположение носовых раковин отличается по мелочам, и эти самые носовые раковины более завинченные, более какие-то хитро сделанные. Носовые раковины, кроме прочего, это штуковинки, где находятся обонятельные петели. Поэтому даже была такая концепция, что у них было какое-то невероятное обоняние. Но это вряд ли, потому что это всё приматы, а у высших приматов обоняние у всех отвратительное. Какой бы перепугу у неандертальцев было иначе. И другое объяснение, что за счёт этих хитрых обонятельных носовых раковин у них просто был нагреватель такой, то есть слизистая оболочка, которая всё это покрывала, успевала нагреть этот самый холодный воздух. И когда они вдыхали, воздух нагревался в лёгкий, доходил уже в тёплом виде. Ну а если нос был горячий, то он, наверное, был красный. Это к вопросу о реконструкции лица. И был такой пятак здоровый красный, было, наверное, очень прикольно. Но есть другие особенности. В частности, строение внутреннего уха у них отличается. Не то чтобы это принципиально сказывалось на поведении, но позволяет диагностировать фрагментарные остатки. То есть пирамида височной кости – это очень прочная штука, которая неплохо сохраняется на самом деле. И сейчас с помощью всякого рентгенотомографии можно сделать модельку этого внутреннего уха. Не понять, что вот этот вот огрызок – это именно неандерталец, там никто-нибудь ещё. Ну периодически такое делается. Прикольно строение подъязычной кости. В настоящий момент известно две подъязычные кости неандертальцев. Первой и более полной находкой является кибара. Когда её нашли, очень обрадовались, потому что подъязычная кость – это кость, на которой держится гортань, а стало быть, весь речевой аппарат. И тут же само собой реконструировали голосовой аппарат, сделали всякие умные выводы, что неандертальцы, в принципе, говорить могли, но там какие-то звуки лучше, какие-то хуже, там чистый А, например, они урыли, не могли, что-то там могли. Но потом другая группа исследователей посмотрела на это ещё по-другому, и в сравнение вовлекли не только обезьян, людей, неандертальцев, но и ещё там 26 видов млекопитающих. И получилось, что с такими подходами, как у первой группы, говорить должна, по идее, корова тоже. Однако же она мычит, а не говорит. И получилось чудесным образом, что внутри видовая изменчивость по строению подъязычной кости очень большая, у любого вида на самом деле, а межвидовая изменчивость очень маленькая. И вместо прикрепления мышц мало о чём вообще говорить на самом деле, потому что жутко изменчивость. И все немножко взгрустнули, но новые технологии пришли на помощь. Была сделана микротомография, наверху это синенькие-зелёненькие пятнышки, и с помощью микротомографии было определено расположение остеонов, то есть внутренней этой тробекулярной структуры костей, а она отражает напряжение мускулатуры, то есть там, где крепятся мышцы, там эти тробекулы поворачиваются по линиям напряжения. И вот эта фишка уже не генетически обусловлена, а вырабатывается в течение жизни, в зависимости от того, как там мышцы тянут. Соответственно, подъязычная кость эскибара была сравнена с подъязычными костями людей говорящих, людей немых, и показано, что у неандертальцев так, как у людей говорящих. Стало быть, неандертальцы говорили, у него мышцы работали как у говорящего человека. Значит, речь была. Кстати, на эндокранах тоже, в зоне брака, там у них такие прям пузыри здоровые, то есть всё с речевой зоной было хорошо. В строении прочего скелета, как я уже упоминал, характерные черты – это расширенность и массивность, то есть очень длинные ключицы, очень мощные ребра толстенные, изогнутые, мощные остистые отростки позвонков, лопатка такая толстенная. Всё это, видимо, адаптация к очень холодному климату, потому что чем ближе форма тела к шару, тем легче сохранять тепло. Это форма самовара получается. И у неандертальцев это рекорд. Из современных людей к ним максимально приближаются эскимосы, которые тоже очень широкие, ну и которые тоже живут совсем на севере. Но неандертальцы даже круче, потому что, во-первых, там ледниковый климат был, а во-вторых, у них времени на адаптацию было не в пример больше. То есть если эскимосы там 4 тысячи лет живут на этом крайнем севере, то неандертальцы там в принципе возникли в этой самой Европе, и у них было там 100 тысяч лет для того, чтобы к этому приспосабливаться. Кстати, да, еще про речь немножечко, вот тут картиночка тоже классная есть, тоже такой способ узнать, кто говорил, кто не говорил, измерение диаметра для подъязычного нерва. На основании черепа есть отверстие для подъязычного нерва, а диаметр отверстия соответствует диаметру нерва, а нерв тот, который нервирует язык соответственно, чем больше аксонов проходит, тем толще нерв. И у обезьян диаметр маленький, у человека большой, у неандертальцев и там всяких присапиенсов, примерно как у человека, у австралопитека меньше, чем у обезьян. Но, правда, есть пересечения, и тут же появились критики, которые стали говорить, что там диаметр канала не сильно связан с диаметром нерва, диаметр нерва не сильно связан с количеством нейронов, количество нейронов не очень связано с функцией, короче, ничего ничем не связано, и вообще мы ничего делать не можем. Но это, говорят те, кто ленятся просто хоть что-нибудь делать, и обхаять можно все что угодно, а замерить диаметр канала с невероятной точностью это как бы достойно. К сожалению, до сих пор, кстати говоря, никто не померил диаметр этого канала на всяких хабилисах, хотя черепушки-то есть, но слепки, которые доступны, там ничего не померишь, там слишком грубые слепки, а оригиналы все в Кении лежат, для них еще в этом смысле никто не добрался. Кроме прочего, у неандертальцев были очень широкие кисти и стопы, ну прям реально огромадные. То есть там стопа вот такой ширины и кисть тоже огромадная. Некоторые, да, и кстати говоря, у них на кисти первый запясно-пясный сустав далеко не всегда седловидный. У нас он седловидный, это значит, что он вот так вот смыкается, сугубо двухосный, то есть у нас большой палец двигается в двух направлениях. Хорошо, а по кругу не вращается. Это у нас специфическая фишка для того, чтобы хорошо держать каменное орудие, когда мы там чоппер держим, чтобы палец не крутился как попало. У обезьян как раз вертится, чтобы хвататься за ветки. А у неандертальцев он тоже сплошь и рядом либо плоский, либо шарообразный, из чего иногда и делается вывод, что, дескать, для манипуляции рука у них была не так здорово приспособлена. И, может быть, поэтому и орудия у них не такие детально сделанные, как у сапиенсов. Но, правда, иногда ретушь там вполне себе нормальная, и, видимо, вполне себе хватало. Насколько форма этих костей и суставов врожденная, честно говоря, вопрос. Есть мнение, что, может быть, в значительной степени это приобретается в течение жизни. И такие разработки есть, но по-хорошему для этого надо провести эксперимент. Поймается сто пар близнецов, соответственно, из них половине давай делать одни, половине другие орудия, и через 50 лет посмотреть, что получится. Но пока вместо этого никто не делал. Можно с Соколовых начать, уже одна пара есть, и они добровольцы, я точно знаю. Посмотрим, что получится. Ну, может быть, да. Но я не люблю делать орудия. Соответственно, длинные кости тоже немножко отличаются тем, что они более такие кривые, толстые, как я уже сказал, с специфическим рельефом. Таз очень широкий, может быть, потому что детишки имели большие размеры головы, и, соответственно, их было труднее рожать. А может быть, потому что они меньше готовили, и, соответственно, у них было больше живот, и они ели больше сырой пищи. Ну, кстати, так уж сразу к слову. Но, на удивление, на времена неандертальцев количество использования огня меньше, чем во времена гидельбергенцев. Особенно в некоторых пещерах во Франции, это здорово видно, где внизу много слоев с пеплом, а выше у неандертальцев меньше. И, например, на третий стоянок неандертальцев вообще нет следов огня. Может быть, потому что топлива им не хватало, бог его знает. Но, по факту, видимо, часто ели, может быть, и сырую пищу в том числе. Поэтому широкий таз и большой живот вполне закономерны. Благодаря прогрессу в реконструкции лица мы точно знаем, как они выглядели. И вот эти три реконструкции, сделанные методом Герасимова и самим Герасимовым, хотя вот левый наверху, по-моему, тоже Герасимов, это, собственно, портреты-портреты, это то, что достоверно. А то, что справа внизу, это Евсеев рисовал, но всё равно по Герасимовским реконструкциям, поэтому тоже достоверно. А благодаря генетикам, которых я люблю ругать, но теперь мы всё равно знаем благодаря им, что у неандертальцев преимущественно была тёмная кожа, тёмные волосы и тёмные глаза. Правда, есть такой нюанс, что первый анализ, который был сделан по Монте-Лесине, по-моему, там два образца, оказались вроде как рыжие. Ну, по крайней мере, такой вывод был сделан. В Эльсидроине первый? Ну, значит, в Эльсидроине. А, ну, значит, так, да. Но вот как-то так получилось, что первые два образца, по крайней мере, там были какие-то мутации, которые были расценены как посветление. Был сделан вывод, что у них была светлая кожа и, может быть, рыжие волосы. И тут же все, естественно, стали рисовать белокожих, рыжих неандертальцев. И более того, когда я давал разнарядку для художников, которые иллюстрировали байки из грота, я им тоже говорил, что неандертальцев делайте белокожими и светловолосыми, потому что генетики сказали. И как только вышла книжка, тут же, естественно, генетики опубликовали новые данные, потому что все следующие неандертальцы оказались темнокожие, темноглазые, черноволосые. Ну вот, такая вот засада. Но это, как обычно, генетикам веры нет. Но большинство были, видимо, темные. Благодаря, опять же, тем же самым генетикам мы можем оценить метисации разных древних гоминитов. Это пример сапиенсами, между прочим. И мы теперь знаем, что от неандертальцев к сапиенсов было как минимум три метисации, три притока. Один приток генов был прямо на выходе из Африки ко всем внеафриканским сапиенсам. Второй – к общим предкам европеоидов и монголоидов, но не австралийским аборигенам и папуасам. И третья примесь – только к монголоидам. В обратную сторону, от сапиенсов к алтайским, по крайней мере, неандертальцам примесь была, а по морфологии мы очевидно видим, что и в Европе она тоже была, но генетики до этого еще не дошли. И от неандертальцев была к денисовцам, от денисовцев как минимум две примеси к сапиенсам, и еще непонятно от кого к денисовцам, и непонятно от кого к сапиенсам, к африканским причем исключительно. Короче, была такая хитроумная Санта-Барбара, и все смешивались со всеми. Как это повлияло на какие-то признаки, честно говоря, неочевидно и не вполне понятно. Раз примерно в месяц выходит очередная мегасенсационная статья, что, допустим, морозостойкость эскимосов связана с примесью денисовцев, способность экономить кислород в высокогорье у тибетцев связана тоже с примесью денисовцев, устойчивость к терапическим болезням у папуасов тоже связана с денисовцами, связокожность европейцев связана с неандертальцами, какое-нибудь раннее обласение связано с неандертальцами, шизофрения с неандертальцами, какой-то синдром гипервозбудимости, и что-то там еще такое. Но если честно, для подавляющего большинства этих параметров и признаков мы для современного человека наследственность не знаем. Поэтому, когда мы не знаем, как оно кодируется у современного человека, то говорить от неандертальцев или неандертальцев – это вилами по воде, честно говоря. И сами генетики через две статьи все это дело перекорячивают в обратную сторону. Поэтому лет через 20, как мне кажется, такой мой научный прогноз – это все более-менее устаканится, и мы будем наконец знать, как оно там влияло и сколько там чего. Пока эта схемка такая довольно от балды, то есть я скомпилировал из разных статей, ну что-то так вот получается примерно. Наверняка это все еще будет 10 раз меняться. Но приятны вот эти оценки примерно вклада. Как видите, там порядка 2%. Причем тоже надо помнить, что это проценты не проценты генома, а проценты примеси, то есть это проценты специфической ДНК, которые в объемах всего генома какие-то десятитысячные значения имеют. Про это, кстати, на андропогенезе. Александр с кем-то Слесковым забываться ли статью, где там долго, занудно описывается методика, вот как оно, собственно, что это проценты значат. Ну если кому-то хочется, можете прочитать. То есть это не проценты от генома, потому что иногда возникает вопрос, а как же так? Типа шимпанзе от человека отличается на 2%, и здесь тоже 2%, как же так? Это не те проценты. Некоторые отдельно взятые неандертальцы замечательны сами по себе. В частности, скелет для Шапель Осен, скелет так называемого старика, похоронен был в специальной маленькой пещерке, посреди этой пещерки в скорченном положении. Правда, как обычно бывало в древности, его раскопали черти как, и вот эта схемочка нарисованная, их две сбоку и сверху, это единственное, что опубликовано, и то не факт, что художник когда рисовал, вообще видел оригинал. То есть ему сказали, нарисуй скорченный скелетик, он нарисовал. Но, по крайней мере, потом переследование этой ямки показало, что вроде она действительно нарочно выкопанная. Пещерка маленькая и не такая же прям жилая, а переследование уже отвалов первых раскопок показало наличие там еще и других костей от других индивидов, что тоже само по себе прикольно. Но все-таки лучше известен этот самый скелет Лешапель-Лесен, и он чудесен, потому что он полный скелет практически, там все кости фактически есть, и он довольно-таки инвалид. Как видите, у него довольно длинный список всяких неурядиц, у него там и с подзубами проблемы, и с позвоночником, и там совсем на свете. И что показательно, у неандертальцев таких вот сложностей в жизни много, то есть сплошь и рядом. И у человека из неандертали там локтевая кость была сломана, и еще там всякие травмы, и может быть рак даже был, и в конце его еще и съели-то куча. И в крапине дисплазия ребра, и так далее, и так далее. И вот это вот обилие патологии у неандертальцев свидетельствует о том, что они друг друга поддерживали, и жить стали, видимо, сильно дольше. Допустим, вот этот человек из Лешапель-Лесен прожил лет так 40-50. Ну то есть плюс-минус, как вот мне, у него возраст был, и он один из самых старых. Для гельдобергенцев настолько старых индивидов просто нет, а у неандертальцев есть. И более того, еще специально похоронены в специальной пещерке. Правда, погребения неандертальцев, когда они есть, они всегда строго одиночные, они всегда в скорченном положении и всегда без инвентаря. Значит, на тему инвентаря, кстати говоря, конкретно для Лешапель-Лесен, есть чудесная история, что в первое описание там сказано, что вот найден скелет неандертальца, и где-то там непонятно, то ли в могиле, то ли в пещере, найдены там три кости быка в сочленении. В пересказе первоисточника сказано, что в могиле найдены три кости быка. В пересказе пересказа написано, что в могиле найдена нога быка. В пересказе пересказа там уже добавляется позвоночник оленя, неизвестно откуда. Нога быка становится правой ногой быка, а в пересказе пересказа пересказа уже многостраничные рассуждения про загробную жизнь, про религию неандертальцев, про то, как они тащили ногу быка, пели песни и все такое прочее. И поэтому всегда обращайтесь к первоисточнику, желательно лезьте в пещеру и смотрите, как оно на самом деле. Потому что вот эти вот пересказы пересказов, они с каждым разом накручиваются. Конкретно про Лишопель и Сен, почему я все это знаю, есть чудесная статья на самом деле. Вопрос в антропологии, кстати, на русском языке, что приятно изданная. И еще с таким раскладным листом вот такого вот размера, то есть там прямо такое раскладывается, и там такая табличка по годам, что вот публикация такая и прям цитаты, что там как это описано. Ну и там в начале в оригинале две строчки, а потом под конец там уже такой текст гигантский. Ну вот, что там приросло как бы от публикации к публикации. Ну вот это вот классический, можно сказать, пример. Замечательное кладбище, можно сказать, неандертальцев, в кавычках, опять же, немножко найдено в Лефероси во Франции. Ну, может даже и без кавычек, потому что действительно там много погребений, и с одной стороны эти погребения по-прежнему одиночные, то есть в одной могилке один индивид, а с другой стороны они взаимно сопряжены. И вот первый и второй неандертальцы, ну первый мужчина, вторая женщина, лежат как бы друг за другом вдоль. Третий и четвёртый детишки лежат параллельно рядышком, который пятый, соответственно, на холмике, а рядом ещё несколько пустых холмиков. Там шестой в ямке, а рядом другие ямки с костями детёнышей животных. Ну а некоторые вроде как пустые. Ну и восьмого там ещё где-то в стороне потом нашли. И сами эти могилки не содержат внятного инвентаря, на самом деле, но могут сопровождаться какими-то ещё прибамбасами. Ну в частности вот в Лефер Си-6 там сверху треугольная плита положена, ну и сама ямка довольно своеобразная, какая-то такая наискосок сделанная тоже треугольная. И причём там плита вот эта каменная с какими-то там ямками. Ну ямки может природные на самом деле быть, но тем не менее плита там, наверное, не случайно, потому что треугольная яма, треугольная плита, вот её там сверху положили. И всё это вместе взятое говорит о том, что когда умирал следующий неандертелис, они знали, где лежит предыдущий. То есть как-то они там или помнили, у них отмечено это было, и по сути это уже кладбище. То есть получается, что они запоминали и помнили предыдущих людей, а поскольку люди часто-то не умирают, понятное дело, не каждый год, наверное, то у них эта память длилась всё-таки довольно долго. Ну и, наверное, они тоже там не в одной пещере, годами сидели, они же там кочевали, и вот приходили снова туда, на то же самое место. Ну и находки в Ляфе России это одни из самых целых, надо сказать, останков неандертальца. Чудеснейшие находки сделаны в Шенедаре. Там 10 скелетов суммарно найдено. Недавно, кстати говоря, когда игиловцев оттуда выперли, там ещё немножечко нашли. Но классические находки сделаны Ральфом Салецким ещё там давным-давно, но потом ещё находили. И вот Шенедар первый, первый скелет, он самый, конечно же, примечательный, потому что это пожилой персонаж в возрасте, опять же, где-то плюс-минус 45 лет, от 40 до 50, и он самый старый из всех неандертальцев, кроме Шенедара V. И он же абсолютный рекордсмен по болячкам. Вот у него мелким шрифтом на полстраницы, сколько чего у него было, не слава богу. Ну и если это как-то так суммировать, у него не было левого глаза, у него не было правой руки по локоть, у него был перелом на правой стопе, и даже два перелома, и даже три перелома. Он был глухой, у него были стёртые зубы, у него не гнулся позвоночник. Короче, он был одноглазый, однорукий, функционально одноногий, глухой, с плохими зубами, с травмами на лбу и с не гнущейся спиной. И при всём том прожил дольше всех. Есть такое более того мнение, что это вообще-то не погребение, это не могила, а он погиб при обвале. То есть было там, видимо, землетрясение, на голову ему упал камень, потому что посреди этого черепа лежит здоровенный булыжник. И есть более того мнение, что они его не только откапывать не стали из-под завала, они ещё туда добавили камней, что не дай бог не вылез оттуда. Но выходит, что этот дедуля годами жил, коптил небо, но при этом не помирал упорно. Во-первых, это говорит о невероятной живучести, потому что сам он находится не мог, а во-вторых, о том, что о нём таки заботились, потому что с такими проблемами явно он сам себя обслуживать бы не смог. А учитывая, что это охотники-собиратели, которые на месте не сидят и шляются туда вперёд, это было довольно накладно на самом деле. Ну или ждать его, пока он доковыляет на этой своей хромой ноге, либо, соответственно, как-то ему еду носить, тут в любом случае проблемы. Тем не менее, это делали. И таких ущербных неандертальцев довольно-таки много. В Лякине, там вот череп тоже был, женщина не имела кисти левой, у этого правой руки по локоть, а у этой левой кисти не было. Ну и правая рука, она вполне нормальная, а левая, тут нижние концы костей редуцированные, какие-то несуставные и никакущие. И ничего, тоже жила без кисти. Ну не так долго, но тем не менее. Возвращаясь к Шинидару, второй замечательный скелет из Шинидара, Шинидар четвертый. Замечательный он потому, что это уже нормальное погребение, классическое образцово-показательное, скорченное на боку. Кстати говоря, на тему скорченности на боку есть два мнения, что первое – это поза эмбриона, потому что они считали, что в следующей жизни он возродится, троллевали, перехождение душ, все дела. А другое мнение, что так просто яму меньше копать надо, тем более, что глубина этих могильных ям сантиметров 20, только чтобы землей засыпать, чтобы не пахло. Ну и здесь как раз в той серии. Во-первых, у него тоже, как видите, куча всяких травм, и он помоложе, чем Шинидар первый, но тоже вообще такой старикан по их меркам. А во-вторых, когда стали брать пробы на споропольцевой анализ из-за могильного этого пятна, обнаружилось, что там очень много спор некоторых видов. Ну то есть там всего 26 видов определено, но среди них, вот несколько там, шесть, по-моему, или сколько их там есть, эти споры, эта пыльца, вернее, найдена не как попала, а кучками по 100 и больше пыльцевых зерен вместе. А это значит, что это были цветы. И при этом, благодаря этому мы знаем, какое время года было, это были границы весны и лета. А во-вторых, цветочки красивые. А в-третьих, они все лекарственные, то есть прямо как на подбор. Причем они все не просто так лекарственные, а лекарственные от болезни почек. А у этого персонажа одно из ребер с переломом, плохо зажившим, там седьмое и восьмое ребро, как раз над почкой примерно находится. Поэтому есть мнение, что где-то он схлопотал перелом ребра, уж как там, почему непонятно, честно говоря, но тем не менее. И у него были проблемы с почкой. Его лечили народной медициной, такой бабушкиной. Не долечили с ли конца, он помер. Ну и они весь этот запас медикаментов туда же ему загрузили, чтобы лечился дальше уже в могилке. И что характерно, ровно те же самые растения в той же самой местности нынешние курды используют для ровно тех же самых целей. Но это не значит, что курдская медицина предемственная неандертальская. Это значит, что биохимия у неандертальцев и современных людей совершенно одинаковая. Ну и как бы доходят все до того же самого. Но замечательная картина, благодаря чему первая книга о этих неандертальцах называлась «Цветочные люди». Правда, как всегда, есть ругательные хейтеры, которые говорят, что на самом деле это пчелки принесли, что это песчанки закопали, что еще что-то. Но странно, чтобы пчелки принесли именно лекарственный отпочек именно в могилку, а не куда-нибудь еще. Или там песчанки закопали туда. Потому что, когда делали пробы споропыльцевые из других частей пещеры, там, в принципе, виды-то те же, но нет вот этих скоплений по 100 зерен как бы вместе. Там просто эта пыльца как попала распределена. А такого прямо скопления только в этой могилке. Впрочем, не знаю, сколько там вообще этих анализов делали, но вроде как делали. Другие шенидарцы тоже чудесные. И тоже, как видите, все сплошь инвалиды. У них там поголовно у всех эта болезнь баструппа. Вот эта болезнь баструппа – это заболевание позвоночника, возникающее из-за повышенных нагрузок. То есть что-то они очень тяжелое таскали на себе. Ну а учитывая, что это были охотники, ну и, кстати говоря, кремень-то тоже они там ворочали вперед эти булыжники. Ну вот, если там задача принести нуклеус куда-нибудь там за 50 километров, ну тут ведро вон с роскопой несешь, уже как-то грустно становится, а там булыжник там 20 килограмм. Ну вот у них спинка немножко и скрючивалась. И шенидар третий и пятый еще и травмированные. У шенидара пятого поперек свода огромная борозда. Она, правда, на фотографиях плохо получается, но она прям вот такая трещина такая поперек. Ну кто-то его там основательнейше приложил. И у шенидара третьего рана на ребре пробита чем-то острым. Может быть это рог какой-нибудь антилопы, конечно, был, но это что-то сомнительно. А с большей вероятностью это какое-нибудь копье, потому что оно прям идеально подходит под форму и копье, и скорее всего оно и есть. Но, кстати, что характерно, со следами заживления начинающегося. То есть, опять же, как-то он там более-менее выживал. Ну не долго, правда, но тем не менее. В табуне находка женщины проблемная, как я уже говорил, потому что у нее очень маленькие мозги, и пропорции у нее довольно своеобразные. Она довольно пожилая при этом, кстати говоря. Но тут проблема с датировками. То ли там 30 тысяч лет, то ли 130 тысяч лет. Разные методы дают вот такой разброс. Это вот такой гадский вариант, когда не стыкуются эти методики. Непонятно. Если 30 тысяч лет, то получается, что она какая-то невероятно поздняя. Ну там 34. И эти ее странные особенности либо метистные, либо какие-то там непонятные. Если 130, то в принципе ясно, что она не классическая неандерталка. Ну а если она не классическая, то, собственно, у нее и классических признаков нет. Она просто чуть более архаичная. Кстати говоря, только что в Гешаррамле в Израиле опубликовали черепушки, которые там сильно раздолбанные, фрагментарные. Но тоже они не классические неандертальцы. И тоже довольно поздняя датировка там сравнительная. Так что, видимо, какие-то там отличающиеся популяции были. В Узбекистане, в городе Тешикташ, там, правда, нет нормальной датировки. Но вроде я где-то слышал, что собираются возобновлять раскопки. Что-то такое было. Но пока еще, насколько я понял, не возобновили. А окладников в свое время выкопал, собственно, неандертальцы. Ребенка, который там то ли мальчик, то ли девочка, честно говоря, неочевидны. Ну, генетики вручил вроде девочка, но фиг знает. А самое замечательное, что это погребение в окружении рогов горных козлов. То есть здесь вот на схемке вот это череп, собственно, неандертальца, вот его там косточки. Правда, потом пришла гиена, все это дело расковыряла и сожрала. Но она не тронула рожки. А вокруг, вот то, что желтеньким обозначено, это рожки козликов горных, которые по реконструкции окладникова как-то там более-менее круг образовывали. Как они там воткнуты были или нет, фиг их знает. Но Бурян, конечно, тут же нарисовал вот эти рожки вокруг погребения. И это не как бы погребальный инвентарь, потому что оно не в могиле, а рядом, но некое сопровождение могилы. Ну, как вот в Леофероси, там это плита каменная, да, здесь рожки козлов. Интересно, что эти козлы там чуть ли не основа фауны. А это прикольно, потому что горный козёл, зверь до крайности чуткий. И те, кто имел общение с козлами, говорят, что этого козла там даже с винтовкой, с оптическим прицелом там фиг пришибёшь. То есть он реально как бы мега чуткий и убегает при ближайшем движении за километр. А им как-то это не особо мешало. Ну, видимо, опять же жрать захочется и на козлов начнётся охотиться. Правда, есть ещё такая версия, что не обязательно для того, чтобы были рога козлов охотиться на козлов, потому что эти рога можно тупо собирать как бы там, потому что они валяются где угодно и просто так. Ну, козлы как бы помирают своей смертью периодически. Но для охотников, на мой взгляд, это как-то не очень, собирать какие-то левые рога, а их там много. В пещере Окладниково на Алтае замечательно, что, во-первых, там очень поздние датировки, а во-вторых, то, что в одном и том же слое найдены кости и сапиенсов, и неандертальцев, что известно по ДНК. Ну, в морфологии там нехти какая, там такие запчасти, эти огрызки. Но ДНК выделяли, и получилось, что там детишки-неандертальцы, взрослые сапиенсы, они прямо в одном слое, что удивительно. Но, правда, слой, как обычно, перемешанный, поэтому это мало о чем говорит. Но здорово, что у неандертальца, этого ребенка, 9-летнего ребенка, нарушение остеонной структуры, вернее даже не остеонной, а компакты внешнего слоя кости плотного, такие же, как у современных людей старше 50 лет. То есть у 9-летнего ребенка остеопороз был, как у человека, старше 50. А возникает этот остеопороз от нелегкой жизни, в общем и целом. И это говорит о том, что жизнь неандертальцев была непроста, мягко говоря. То есть если они к 9 успевали так износиться, то что говорить о том, когда они доживали до 30, например. Но тут они старше 40 особо и не жили. Поэтому радуйтесь, что вы не дети неандертальцев, а как бы они мерли со страшной силой. Одни из самых наипоследнейших неандертальцев Фантишеваде или Мустье. Но тут две такие своеобразные истории, потому что в Фантишеваде до предовремени датировки не было, и они чисто там из каких-то соображений таких философских датировались Ресвюрмом, а Ресвюрм по современной хронологии где-то 130 тысяч лет получается. То есть они не самые ранние должны быть. И при этом они довольно-таки типа как бы продвинутые. Поэтому Ваууа, такой французский антрополог, развил на этом основании цельную концепцию пресапиенса, что, дескать, тут были неандертальцы эти такие архаичные, а были вот такие мега продвинутые, которые предки нас. Правда, потом Рогинский и там всякие прочие наши антропологи его дико раскритиковали, потому что огрызки такие, что по ним, честно говоря, вообще мало чего можно понять. А в наипозднейшее время еще и сделали нормальную датировку, и она оказалась 40 тысяч лет. Поэтому это может быть очень поздний неандерталец, и тогда его там какие-то черты не такие уж прям особенные. Или же это вообще может быть сапиенс на самом деле с такой датировкой, и тогда тем более, собственно, что бы ему не быть продвинутым. В любом случае, конечно, фрагментарное. Но концепция вот этой гипотезы пресапиенсы никуда не делалась, что характерно. То есть основание оказалось лажей, а концепция живет и процветает, и сам термин прижился, что замечательно, и периодически там и сям как бы это всплывает, и всяких там учебников тоже так или иначе звучит, и уже живет своей жизнью. Это опять же из серии того, что всегда полезно докапываться, откуда оно вообще в принципе-то взялось. Потому что потом возникает, что там все знают, что там были такие пресапиенсы. Потом начинает докапываться этот вот этот огрызок, который там Вауа что-то там понасочинял. И то, если посмотреть оригинал Вауа, там тоже две строчки на самом деле написаны, а уже это потом там пересказывает, что там Вауа думал по мнению сочинения, что думал автор, когда это сочинял. В Лемустье. Лемустье гроз замечательный тем, что дал название мустьерской культуре. Собственно, культуре мустье. В последнее время опять же передатировали, оказалось 41 тыс. лет очень позднее, то есть самая такая распоследняя. И в самом начале там были найдены два скелетика детских. У обоих этих скелетиков была очень легкая судьба, который Лемустье-1 был выкопан целенаправленно на продажу. Копали его черти как. И в первоописании вот этого как бы дневника раскопок написано, что там часть костей была утеряна во время раскопок. То есть они там киркой фигачили и как бы раздолбали просто эти кости в пыль. И типа потеряли. А потом, когда перепродавали этот скелет взад-вперед, его там 33 раза перепродавали, тоже там перед каждым переездом что-то от него отваливалось. В частности, в некоторый момент это оказалось в руках некого стоматолога, который решил изучить зубы неандертальцев. Он же был стоматолог. Он взял плоскогубцы в буквальном смысле и расковырял все лицо, чтобы достать зубы. Что характерно нифига не опубликовал, но типа изучил. А теперь лица нет. То есть бывают такие люди-дебилы, которые как бы считают, что где-то есть безграничный запас всяких ништяков. Нет, запаса нет. Поэтому если вдруг вы найдете череп неандертальца, не расковыривайте его из любопытства. Он может быть такой один, и больше такого не будет. Поэтому теперь у него лица нет. А вначале было. Потом этот череп еще 10 раз перепродавали, раздалбывали. И в 1945 году он даже оказался в Москве в качестве захваченных трофеев у немцев. Но, правда, до антропологов так и не дошел. И потом его все-таки обратно вернули немцам, где он теперь и лежит. Это 3D-модель, пытались склеить, но там уже от него жалкие огрызки остались. Лемусте-2, скелетик новорожденного неандертальца, который прозвучал буквально одной строчкой в каком-то отчете о раскопках, что, дескать, а еще мы нашли скелет новорожденного неандертальца. И потом концы его потерялись. И считалось, что скелет утерян. А еще через 150 лет, ну не 150, но 100 лет примерно, выяснилась следующая история, что когда... Я, правда, имен, как обычно, не помню, поэтому без имен буду говорить, а то я навру. Но, в общем, один великий археолог копал ле-фераси и нашел там детей вот этих вот ле-ферасишных. И обратился к тому, у кого в этот момент был вот этот скелетик. Что типа там, коллега, я знаю, у вас есть скелет новорожденного неандертальца, не дадите ли вы мне для сравнения? Он сказал, конечно, коллега, берите. И дал вот этого ле-мустье, значит, тому, который раскопал ле-фераси. Тот положил это все в одну коробочку и оба эти товарища умерли, археологи. И так это в коробочке осталось. Прошло там лет 50. Значит, открывают коробочку с ле-фераси-4 и видят, что там не один ле-фераси-4, а два скелета. И такие, о, там двойное погребение, единственное двойное погребение неандертальцев. Ле-фераси-4 и ле-фераси-4 бис. Типа как же он мог проглядеть, что у него два скелета, а по описи один. Проходит еще 50 лет. Умные люди поднимают архивы, переписку этих товарищей и обнаруживается, что это два скелета просто из разных мест. И потом уже начинается выковыривание песчинок из костей, застрявшего где-то в щелочках. И по песчинкам выяснили, какая косточка куда относится, потому что там порода просто вмещающая разная была, и что это такие ле-мустье-2. И тут состоялось второе открытие ле-мустье-2, статья в Нейче само собой, в буквальном смысле в Нейче, откуда фоточка-то и есть. А потом еще там какая-то статья, и все рады, довольны. Правда, он настолько убитый, что мало чего можно сказать, тем более он детский. Но, тем не менее, все счастливы, довольны. Открытие состоялось. Ле-мустье-1 тоже вообще, его же разбомбили. А, его там еще и после войны, да. Это был хуя по ВСР, а скелет был в музее, чуть ли не в Дрездене. Его разбомбили и раскопали повтор. Ну вот. Ну вот, короче, несчастливые скелеты из ле-мустье. Им грустно. Но, тем не менее. И есть вот такая даже схемочка, как они были погребены, но схемочка, честно говоря, от балды, потому что из исходных записей это никак особо не следует. Это первая часть про неандертальцев, а вторая, видимо, таки будет завтра.